Приветствую всех дорогие друзья, в данном ролике мы поговорим о славянских и древнеримских богах. В данной серии Единый Пантеон мы сравним языческих богов древних славян и языческих богов древних римлян. В очередной раз вы сможете убедиться в том, что все языческие верования мира очень схожи между собой, что говорит о том, что изначально они произошли из одного и того же верования, которое существовало в те времена, когда все народы были едины. Сразу хочу сказать, что данный материал будет довольно похож на предыдущий ролик о славянских и греческих богах, так как греческие и римские боги очень схожи между собой и зачастую отличаются только лишь именами. Однако этот материал станет для кого-то из вас полезным и для того, чтобы не искать потом в тоннах информации во всемирной паутине, кому же соответствуют в римском пантеоне наш Велес или Перун, вы сможете просто воспользоваться данным видео. Считается, что римская мифология берет начало в греческой мифологии. Влияние греческого языка на римское началось примерно в VI-V веке до н.э., так как римская и греческая культуры очень тесно контактировали. Греческая мифология уже и в те времена невероятно была развитой, структурированной и подробной. Также стало влиять на римское язычество. Нельзя сказать, что римская культура просто отказалась от своих богов взамен греческих. Скорее всего, верования римлян, которые и до того были похожи на греческие, стали обрастать новыми мифами. У богов стали появляться новые качества по силе и мощи, становясь равными греческим. Также в римский пантеон стали попадать и новые греческие боги, которых до этого просто не существовало в их верованиях. Таким образом, Древний Рим проявлял хитрость, привлекая на свою сторону и самих богов, и поклоняющиеся им народы. Итак, начнем. Соответствие славянских и римских богов. Лада, богини весны, любви и брака у славян, считается одной из богинь-рожанец, является матерью богини Леля и бога Леля. В римской мифологии Ладе соответствует богиня Латона. Латона соответствует древнегреческой Титаниде Лета. Греческая богиня Лета является матерью Аполлона и Артемиды. Римская богиня Латона является матерью Аполлона и Дианы. У славянской Лады мы знаем дочь Лелю, Диана Артемида, и сына Леля, Аполлон, о которых мы уже говорили. Леля – богиня весны, красоты, молодости, плодородия. В римской мифологии дочери Лады, Леле, соответствует богине Диана, которая является дочерью Латоны. Диана является богиней женственности, плодородия, покровительницей животного и растительного мира, а также считается богиней Луны. В древности, когда влияние греческой мифологии еще не было так сильно, под именем Дианы почитали духов леса или хозяек леса. И в этом с Лелей у них также много общего, так как Леля, покровительница весны и плодородия, была богиней лесных угодий, всяких трав и живности. Лель, сын богини Лады, брат богини Лели, является покровителем любви, любовной страсти и брака, часто изображается играющим на дудочке, в поле или на опушке леса. Как покровитель любви он схож с древнеримским Амуром, бог любви и любовного влечения. Но если следовать соответствиям богов в различных культурах, то Лель больше схож с греческим и римским богом Аполлоном. Аполлон соответствует нашему Лелю не только по своему родству, с Латоной Ладой и Дианой Лелей, но также и тем, что является покровителем искусств, покровителем музыки, является богом-предсказателем и богом-врачевателем, богом света, тепла и солнца. Удивительно то, что в римской культуре Аполлон со временем стал отождествляться с богом солнца Гелиосом. Гелиос – всевидящее око солнца. Также Гелиос является дарителем света и тепла, что соответствует и Аполлону, который является покровителем света. В этом смысле бог Аполлон Гелиос схож с нашим дождь-богом, богом, дарующим свет и тепло людям, богом солнца и солнечного света. Есть ли в этих хитросплетениях какая-либо связь с нашими богами, либо это обыкновенная путаница, произошедшая во времена, когда римские и греческие боги стали активно замещаться друг другом? Неизвестно, но повод подумать над этим, безусловно, есть. Велес – один из наиболее почитаемых богов в славянском язычестве. Велес – покровитель лесов и домашних животных, покровитель богатства и творческих людей. В римском язычестве Велеса ответствует богу торговли, богу богатства Меркурию. Интересно, что Меркурий в древности считался покровителем хлебного дела, урожая и домашней скотины. Однако гораздо позже, когда стало активно развиваться торговое дело, а хлеб и мясо по большей части стали объектом продажи и заработка, Меркурий также стал богом-покровителем богатства. Не исключено, что точно такая же история случилась и с нашим Велесом в глубокой древности, когда из покровителя полей хлебов и домашних животных он превратился в покровителя богатства, а затем уже в следствие. Ошибочной трактовки термина «скотий» и «мущество богатства» превратился в покровителя домашней скотины. Макошь – одна из самых древних богинь, древних славян, судя по исследованиям многочисленных историков. В глубокой древности именно эта богиня занимала главенствующую роль в языческом пантеоне. Макошь является покровительницей плодородия, дождя, рожениц, рукоделия, женских дел и вообще всех женщин. Макошь является покровительницей судьбы. Есть также версия, что Макошь является олицетворением земли. В римской мифологии Макоши соответствует богине Церера. Церера – богиня урожая, плодородия и земледелия. В ролике о соответствии славянских и греческих богов мы уже говорили о Макоши и греческой Диметре, которая являлась для греков олицетворением земли. Церера же является точным соответствием Диметры. У римской богини, как и у греческой, есть дочь Прозерпина – богиня подземного царства, которая соответствует нашей Маране – Марене или Маре. Хотя точных свидетельств о том, что древние славяне могли считать Марану дочерью Макоши, и нету. Но такие удивительные схожие черты, которые наблюдаются у славянских, греческих и римских божеств, могут говорить о том, что это вполне могло быть возможно. Марана – богиня смерти и зимы, хозяйка подземного мира мертвых. В греческой мифологии ей соответствует Персифона, а в римской – Прозерпина. Прозерпина является дочерью Цереры – Макоши, и Юпитера – Перуна, что говорит еще об одной удивительной родственной связи богов. Половину года она проводит в мире мертвых, являясь царицей подземного мира, а половину года проводит на земле, превращаясь на это время в покровительницу, плодородие и урожая. Перун – бог громовержеца славян, бог грома и молнии, покровитель воинов, соответствует скандинавскому Тору, греческому Зевсу и римскому Юпитеру. В древнеримской мифологии Юпитер является богом неба, богом дневного света, богом грозы и молнии. Юпитер являлся верховным богом у римлян. Как и Перун в Древней Руси, Юпитер был богом римского государства, покровителем императоров, их власти, мощи и военной силы. Историки полагают, что имя Юпитер восходит к проиндоевропейской мифологии, где оно означало «бог-отец». Чернобог – славянский царь мира мертвых, бог подземного мира. Римляне называли этого бога Плутон. Плутон получил в свой удел подземный мир, где обитают души умерших. Считалось, что Плутон появляется на поверхности только для того, чтобы забрать к себе еще одну жертву. То есть каждая смерть считалась вылазкой Плутона из подземного мира. Однажды он похитил богиню растений и плодородие Прозерпину – Морану. После чего та стала его подземной царицей и с тех пор ровно полгода проводит в мире мертвых. Сварог – бог-кузнец, бог неба, бог, сковавший землю, бог, который научил людей добывать металл и создавать из металла орудия труда. В римском язычестве Сварогу соответствует бог огня и покровитель кузнечного дела – Вулкан. Вулкан является сыном бога Юпитера и богини Юноны. Вулкан создавал доспехи и оружие как для богов, так и для героев на земле. Также создал молнии для Юпитера Перуна. Кузнеца вулкана находилась в жерле вулкана Этна на Сицилии. Хорс – бог Солнца у славян. В римской мифологии ему соответствует бог Солнца Сол. Бога Сола представляли как всадника, который скачет по небу в золотой колеснице, забреженной крылатыми конями. Удивительно, но именно так славяне представляли дневное путешествие Солнца по небосклону в колеснице в упряжке коней. Именно по этой причине головы коней стали для славян обережным символом, даже в своем роде солярным символом. Ярило – бог весны, весеннего плодородия, любовной страсти. В римской мифологии Яриле соответствует бог растительности, весеннего плодородия, бог вдохновения, бог виноделия Бахус. Бахус, как и греческий Дионис, потерпел довольно неприглядные изменения и был практически очернен потомками, которые просто не поняли сущность Диониса Бахуса. Сегодня Дионис и Бахус считаются покровителями пьяниц, богами вина, безудержного веселья, оргий и т.д. Однако все это далеко от истины. Бахус и Дионис Ярила являются богами плодородия и урожая. Богатый урожай винограда и других культур древними греками и римлянами отмечался, соответственно, масштабным весельем с употреблением вина, с танцами и праздничными представлениями в честь Бога, который подарил этот урожай. От вида этих пиршеств и родилось мнение у тех, кто пришел на смену язычеству, что Бахус или Дионис являются покровителем пьянства и разврата, хотя и это далеко ошибочное мнение. Заря. Зорька. Заря-зарянница. Богини утренней зари. Под богиней-зарей древние славяне понимали планету Венеру, которая видна невооруженным глазом, незадолго до рассвета, а также после заката солнца. Считается, что заря-заряница подготавливает выход солнца на небосклон, запрягает его колесницу и дарит первый свет людям, обещая яркий солнечный день. В римской мифологии славянской зорьке соответствует богиня Аврора. Аврора – древнеримская богиня зари, приносящая дневной свет богам и людям. Русалки. Вилы, берегини, духи предков. В римской мифологии их называли маны. Маны – души умерших или тени умерших. Маны считались добрыми духами. В честь них устраивались праздники. На кладбище специально для этих духов приносились угощения. Маны считались защитниками людей и хранителями гробниц. Ящер. Бог подводного царства древних славян. В Древнем Риме ящеру соответствовал Нептун. Нептун – бог морей и потоков. Морской бог особенно почитался моряками и рыбаками, жизнь которых во многом зависела от благосклонности морского покровителя. Также морского бога Нептуна просили о дожде и предотвращении засухи. Домовые духи, живущие в доме, охраняющие дом у его хозяев. Римскими домовыми являлись пенаты. Пенаты – боги-хранители дома и домашнего очага. Во времена римского язычества все римляне верили, что в каждом доме живет сразу два пената. Обычно в каждом доме были изображения, небольшие идолы, двух домовых пенатов, которые хранились в шкафчике у очага. Пенаты были не только домашними покровителями, но даже покровителями всего римского народа. В честь них был создан государственный культ пенатов со своим верховным жрецом. Центр культа пенатов был расположен в храме – весты, покровительницы семейного очага и жертвенного огня. Именно от названия римских, домовых и пошло выражение «вернуться к своим пенатам», который употребляется в значении возвращения домой. Напоследок, стоит упомянуть славянских и римских богинь судьбы. В славянской мифологии богинь судьбы, которые плетут покутную нить для каждого человека, зовут Доля и Недоля, Среча и Несреча. Так как Доля и Недоля работают над судьбой вместе с самой хозяйкой судьбы Макошью, то можно сказать, что в славянской мифологии богинями-пряхами являются Макош, Доля и Недоля. В римской мифологии три богини судьбы парки. Первая парка Нона тянет пряжу, создавая нить человеческой жизни. Вторая парка Децима наматывает кудель на веретено, распределяя судьбу. Третья парка Морта перерезает нить, заканчивая жизнь человека. Если сравнить их с уже названными славянскими богами, то можно сказать, что Макош, по римской теории, тянет пряжу. Доля наматывает кудель. Считается, что Доля придет хорошую судьбу, а Недоля перерезает нить жизни. Считается, что Недоля придет проблемы и неудачи. На этом все, дорогие друзья. Благодарствую за просмотры. Всем добра, любви и процветания. До новых встреч.